Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер, главные темы выпуска. Дошел до суда. В Самаре стартовал процесс над бывшим высокопоставленным росгвардейцем Дмитрием Сазоновым. Неплохое приобретение. Самарский политех может стать собственником знаменитой дачи со слонами. Айтишники на службе, призывники-программисты идут не в пехоту, а в секретные подразделения. Угадай автора по его письменному столу, а вы сможете пройти литературный квест в музее Алексея Толстого. В Самаре начался суд над Дмитрием Сазоновым. Обвиняют в получении крупной взятки от членов ОПГ «Законовский». Процесс стартовал в Ленинском районном суде. Бывшего руководителя лицензионного и разрешительного отдела Росгвардии по Самарской области обвиняют в получении взяток. По версии следствия, Дмитрий Сазонов в течение 10 лет с 2008 по 2018 года лично или через посредников получал деньги от представителей ЧОПа, которые охраняли членов ОПГ «Законовский». Общая сумма благодарности превысила 30 млн. рублей. Также силовики установили, что с марта 2015 по июль 2018 он покровительствовал работе фотостудии при родильных домах Самары, за что получил от директора ООО «Артинвест» около 2,5 млн. рублей. Дмитрий Сазонов сдержали летом 2018 года в одном из кафе на Вилонской во время получения взятки в 100 тысяч. Предварительное служение дела прошло в закрытом режиме. По просьбе судьи Анны Грицак из зала вывели даже близких родственников обвиняемого. Они ждали итогов в коридоре. Во время заседания судья рассмотрела прошение адвокатов Дмитрия Сазонова. Они просили вернуть дело прокурору для доследования, но суд отказал. Чили становится ближе к Самаре. Делегация самой южной страны в мире прибыла в город с визитом. На встрече с главой города Елены Лапушкиной послы обсудили возможности сотрудничества. Особенно гостей интересует сфера образования, а также развитие туристического направления. В прошлом году Самара стала одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. Город посетили тысячи туристов, в том числе и с Чили. Поддерживать туристические потоки на том же уровне вполне возможно, уверены гости. Кроме того, у Самары уже налажены дружеские отношения с городами Германии, Болгарии и Китая. Успешно реализованы совместные проекты в культуре и спорте. Подобное соглашение о сотрудничестве теперь может быть заключено и с Чили. У Самары есть замечательный опыт дружбы с городами в других странах. И у нас есть уже положительный опыт в реализации проектов в культуре, спорте, экономике. И, конечно, Самар является уникальным городом. На территории Самары проживает 47 национальностей. И для нас все новое крайне интересно и всегда воспринимается очень по-доброму. В России мы находимся уже год, а Самару посещаем впервые. Это удивительный город. Нам бы хотелось установить более тесное взаимодействие. Мы планируем встретиться также с торгово-экономической палатой и студентами. Мы презентуем возможности, которые можем предложить и надеемся на сотрудничество. Большинство самарских домов уже пришло тепло в цифрах. Это порядка 80% от всего жилого фонда. И сегодня к вечеру подключить к теплоисточникам должны еще больше тысячи многоэтажек. Эта информация прозвучала на общегрозском совещании ЖКХ, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Подробнее Никита Борисов. До середины недели в Самаре останется подключить к отоплению порядка 800 домов. Сейчас ликвидируют 23 повреждения. Это позволит организовать подачу тепла полутора сотням объектов жилищного фонда. Остальные подключают по плану. Ресурсоснабжающие организации поручено нарастить темпы ремонтных работ на тепловых водах, привлечь для этого дополнительную технику и персонал. И те многоэтажки, которые можно подключить к отоплению, подключать, параллельно завершая ремонт. Все высотные дома, если есть повреждения на вводе, особенно если это на подаче или обратке, то дом запускается по, будем, одной трубе. Да, теплоноситель снижен. Ну, условно, если должна быть температура 80 градусов, то теплоноситель будет градусов 60. Но дом будет теплиться. Полностью подключили отопление в социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей. В стационарах, интернатах, домах ребенка и престарелых. В целом, учреждение сферы здравоохранения с теплом на 98%. Кроме того, продолжается ремонт крыш. Всего в Самаре в этом году планируется отремонтировать более 1300 кровель. Свыше 1200 уже готово. В том числе полностью восстановили 17 кровель, конструкции которых обрушились в конце зимы и в начале весны этого года. До конца года в ходе текущего ремонта осталось привести в порядок еще 93 крыши. По линии фонда капремонта работы идут в трех домах. По словам Владимира Василенко, ситуация штатная. Никита Борисов, Максим Гусев, События. Служба Родине на любой вкус в России стартовал осенний призыв в армию. С каждым годом, по оценке специалистов, уклонистов становится все меньше. Альтернативная служба вообще не в моде. Почему молодежи нравится носить военную форму, разбирался Сергей Кизоркин. Призывник Антон Люкшин записался в президентский полк. На его желание служить в элитных частях российской армии, рай военкомат отреагировал моментально. Старшеклассник прошел многоступенчатое тестирование, начиная от морально-волевых качеств, заканчивая физподготовкой. Юноша решил пойти по стопам родственников и поступить в Академию ФСБ. Теперь он ждет отправку в Москву. Ну, это была мечта с детства. Я всегда мечтал служить в таких частях. И как с раннего детства занимался спортом и следил за здоровьем, чтобы попасть в такие части. Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до Нового года. За это время советский и железнодорожные районы Самары отправят служить в российскую армию 165 новобранцев. Перед этим юношам предстоит медкомиссия. Обычно здоровыми признаются около 80% призывников. Остальных или комиссуют, или отправят лечиться. Заболевания у призывников разные. От плоскостопия и сколиоза до бронхиальной астмы и психических отклонений. У нас очень хорошо налажена медико-профилактическая работа. Это связь военкоматов и лечебных учреждений. То есть при постановке на воинский учет по приказу 240-168 мы делаем списки на юноши, которые временегодные, годные, это сколиоз, плоскостопия. И эти списки мы направляем в лечебные учреждения. Кому повезло со здоровьем, получают путевку в российскую армию. На сайте Минобороны можно выбрать не только рот войск, но и военную профессию. Сейчас в моде у призывников спецподразделения. Кроме традиционных морской пехоты и воздушного десанта, это еще космические войска, президентский полк и засекреченные воинские части с научными ротами. Там служат в основном радиотехники и программисты. Замыкают список популярности морфлот и Росгвардия. Попадая в армию, новобранцы проходят подготовку в учебных центрах. Мы идем всегда навстречу. При удовлетворении требований призываем и предназначаем для прохождения службы в этих родах войск. На последнем весеннем призыве 2019 года у нас один призывник убыл в такое научное подразделение Ленинградской области. Скажем так, не раскрывая тайны военно-морского флота. Уровень образования призывников год от года растет. По статистике, каждый третий солдат с высшим образованием. При этом число нежелающих служить за последнюю пятилетку снизилось в четыре раза. Минимальный штраф за уклонение от армии – 500 рублей. Минобороны предлагают повысить его в шесть раз, рассказал военком советского района Самары. При призыве действует и отсрочка по учебе или семейным обстоятельствам. Альтернативная служба в Самаре вообще не котируется. За последние годы ни одной заявки. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. 250 новых обращений в общественную приемную депутата Государственной Думы Александра Хинштейна поступило сразу после парламентских каникул. Самые острые рассмотрели на личном приеме. С какими проблемами обращаются, люди расскажут. Лариса Шалафаст. Директор общественной организации «Домик детства» Антон Рубин проблемами сирот занимается не первый год. На прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну обратился с проблемой одной из своих подопечных. Девушку, выпускницу интерната, мошенники оставили без квартиры. И это не единичный случай. Абсолютно не готов к самостоятельной жизни. Не социализированы, не адаптированы, не интегрированы в общество. Не знают элементарных правил поведения в обществе, в том числе правовых основ, конечно же. На встрече договорились разработать проект по социализации детей-сирот до того, как они покинут интернат. Обсудили возможные варианты решения проблемы пострадавшей. Александр Хинштейн обратился к городскому департаменту управления имуществом. В случае, если она сейчас будет трудоустроена, полагаю, это достижимо, то после этого ей предоставят койку в общежитии, где она сможет жить. Ну а относительно потерянной ей квартиры, увы, с этим уже ничего не сделано. От мошенников пострадали и участники дачного товарищества «Пригородная». Почти 160 человек заплатили коммерческой организации по 40 тысяч рублей за проведение электричества, которое ждут до сих пор. Обещают каждый раз разные строки. В мае обещал, что в июле подключат. В июле обещал, что в сентябре подключат. Обещаниям люди уже не верят. Компанию проверяют правоохранительные органы. И первые результаты проверки уже есть. Выяснилось, что деньги с людей брали, не подготовив ни проект, не получив разрешительную документацию. Здесь все признаки состава преступления налицо. Деньги у людей собрали. Обязательства взятые на себя не выполнили. Это мошенничество. И убежден, что такое уголовное дело будет возбуждено. Запросы о проверке законности и обоснованности приема денег на электрификацию направлены в МВД и прокуратуру. Лариса Шлафаст, События. Их называют старыми родителями и проводниками в мир знаний. В Самаре с профессиональным праздником поздравили учителей, педагогов и воспитателей. За многолетний труд и вклад в развитие образования 60 работников получили памятные подарки от администрации города. Мэри Елчан узнала, в чем секрет любви к профессии, преподаваться ли и готова им поделиться. Любовь к детям – вот что придает новые силы и желание оставаться в профессии, говорит Ирина Бурцева. В сфере образования женщина более 25 лет. Последние два года работает заведующий первого детского сада Самары. Сегодня Ирина получила заслуженную награду. Потому что это награда признания, признания не только моего труда, но и всего коллектива. Ведь детский сад – это первый детский сад, это огромный коллектив сотрудников. Детский сад номер один – это несколько корпусов, в которых детей учат по трем направлениям. Художественно-эстетическому, работотехническому и физкультурно-спортивному. Образовательное учреждение входит в число лучших по России. Здесь воспитываются свыше двух тысяч детей и ежедневно трудится 300 сотрудников. Всего в Самаре 177 детских садов. В преддверии Дня Учителя глава города Елена Лапушкина поздравила работников с профессиональным праздником. Я знаю, что для каждого из вас самой высшей благодарностью является достижение ваших учеников и воспитанников. И вам здесь тоже есть чем гордиться. Об этом говорят и результаты наших самарских учеников на Олимпиадах российских и международных. Об этом говорят, говорят и то, что наши самарские выпускники поступают в ведущие вузы страны. В адрес учителей звучат в первую очередь слова благодарности за их нелегкий ежедневный труд. Елена Лапушкина отметила, что администрации Самары уделяет огромное внимание отрасли образования. В городе открываются новые детские сады и школы, а учебные заведения оснащаются современным оборудованием. Мэр Елчан, Максим Гусев, События. Любимое место прогулок Тольяттинца в скверу Преображенского собора скоро тоже преобразится до неузнаваемости. Дизайнерскую помощь окажет более чем 12 гектарам парка. Там появится велопрокат, прогулочная аллея, спортплощадка, открытая летняя сцена, фонтаны. Проект разработали два педагога из Тольяттинского госуниверситета и победили с ним на Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Моя страна, моя Россия». Елена Малютина знает, когда идее суждено воплотиться в жизнь. Мы видим это разрушенное здание кинолектория, которое существовало еще в советское время. И жители очень тепло вспоминают вот это место. И как раз его первым делом мы хотели бы восстановить. В 80-е годы сквер между улицами Свердлова, Революционной, Юбилейной и Ленинским проспектом был местом притяжения горожан. Здесь проводили маскарады, ярмарки, отдыхали выходные. В 90-е он пришел в упадок. Местные жители неоднократно отвоевывали эту территорию от застройки. Еще недавно здесь лежали горы мусора, сквозь которые росли кустарники. А сейчас территорию приводят в порядок. Вдохнуть вторую жизнь в сердце автозаводского района – главная задумка авторов проекта «32 квартал» Марии Кузнецовой и Марии Степановой. Девушки работают в Тольяттинском государственном университете в Центре урбанистики и стратегического развития территории. С учетом мнения жителей они разработали дизайн сквера. Проект стал победителем в номинации «Моя гостеприимная Россия» всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». У каждого человека есть возможность поучаствовать, кем бы он ни был. И вот когда он едет и представляет свой проект, видит, какие проекты представляют другие, мне кажется, это дает очень большой рост. То есть, кроме того, что ты сам готовишься, сам растешь, пока происходит эта подготовка, но ты, ко всему прочему, видишь, что делают другие, и это заставляет тебя двигаться дальше. Скорую дизайнерскую помощь окажут более чем 12 гектарам сквера. Здесь появится велопрокат, прогулочные аллеи с летними гамаками, спортплощадка с тренажерами и теннисными столиками, открытая летняя сцена. В центре сквера разместят фонтаны в форме волны, а по бокам – так называемые островки, лавочки с навесами. А на участке в форме крыла самолета разместят открытую террасу, детскую площадку, скалодром. Для меня эта тема важна, потому что я большой фанат своего города, и наследие культурного, которое у нас есть в городе, вроде бы считается, что его не очень много, и Тольятти такой скучный унылый, но на самом деле здесь оно есть, и его надо возрождать. Теперь жизнь здесь кипит. В сквере регулярно проходят мастер-классы, квесты, фестивали, можно воспользоваться бесплатным вай-фаем. Проект реализован более чем наполовину. Позволяет как раз в рамках конкурса «Моя страна, моя Россия» очень активно изменять городские пространства, изменять качество жизни, изменять отношение людей к той территории, на которой или рядом с которой они живут. Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» проходит ежегодно. Задача – привлечь молодежь к решению острых вопросов социально-экономического развития региона. Школьники, молодые специалисты, студенты представляют свои проекты и получают на их реализацию гранты, стажировки и дополнительные баллы к ЕГЭ. Президент в послании федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с криведением, с народным творчеством, с сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» приняло участие около 90 тысяч человек из всех регионов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество экспертов, сообщество педагогов-новаторов, сообщество молодых людей и их родителей, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел, где они живут, где они получают образование, где они работают. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе. Очень много номинаций. Номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Каждый найдет для себя свою тему. Осенью стартует уже 17-й всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет есть шанс улучшить жизнь своего региона. Создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный – и принять участие в конкурсе. А потом получить поддержку для его реализации. Главное – не бояться и уверенно идти к своей цели. Елена Малюцина, Максим Гусев, События. Вдохновляться волжскими пейзажами на пленэрах и участвовать в собственных выставках. Смогут ли студенты технического вуза разместиться во дворике знаменитой дачи со слонами, узнала Мария Левина. Судьба знаменитой дачи со слонами в Самаре обсуждается уже долгие годы. Когда-то она принадлежала купцу Головкину. После революции здание национализировали. Здесь попеременно находились детский сад, больница, а потом и клуб водоканала. Много идей последовало, что здесь должно находиться сегодня, но с чем согласны все общественники, что зданию просто необходима реконструкция. Сейчас зданием заведует МП «Ремжилуниверсал». Чтобы получить средства на ремонт дачи со слонами, нужно изменить статус здания. Перевести его либо в региональную, либо в федеральную собственность. Либо добиться дополнительного финансирования в городской бюджет. Безусловно, мы найдем решение, которое позволит изменить ситуацию с дачи со слонами. Пока говорить о том, что там она в аварийном состоянии, рассыпается, не приходится. Но она не живет той жизнью, какой она должна жить. Она не насыщена смыслом. И, конечно, определенная реставрация ей точно не помешает. Плюсом необходимо все-таки решить ситуацию, вопрос благоустройства. Прежде чем приступить к реставрации, необходимо понять, что там будет находиться в итоге. Один из вариантов сегодня – сделать дачу местом притяжения для студентов Самарского технического вуза – художников, архитекторов и дизайнеров. Проводить там выставки и устраивать пленеры. Сейчас проект в стадии обсуждения. В распоряжении политеха уже передали спортивный комплекс на стадионе «Заря», который ранее принадлежал Ргутису. С забегом здесь еще быть принято решение передать стадион «Заря» в собственность Самарского технического вуза. Но с одним ключевым условием – заниматься на стадионе смогут не только студенты, но и жители домов в округе. Этот вопрос волновал студентов политеха на встрече с депутатом больше всех прочих. Молодые люди интересовались окончательным решением судьбы стадиона. В течение двух часов студенты разговаривали с российским политиком на равных, задавая вопросы на самые разные темы. От количества золотозапаса в Российской Федерации до методик психологической перезарядки. Я была очень довольна о том, что с Госдумы к нам могут приехать, вот так просто пообщаться, как бы можно сказать, на равных. Задать мы могли любые вопросы. Авторы лучших вопросов получили в подарок книги, которые написал Александр Хинштейн. Но главная награда для молодых и пытливых умов, признаются студенты, оставаться в курсе событий. Мария Левина, Григорий Пешаков, События. В Самаре завершился 4-й межрегиональный фестиваль «Волготеатральная». Всю неделю театры из разных городов показывали самарскому зрителю спектакли, следили за их игрой на сцене и ведущие критики страны. Кто в том году стал лучшим, знает Мария Левина. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Фестиваль «Волготеатральная» 2019 завершился показом еще одного ревизора. Свой взгляд на классику показали артисты из Ульяновска. В их варианте тоже современное прочтение с сохранением уникального гоголевского текста. Но все остальное – подачи костюмы сегодняшнего дня. И вещи, которые мы будем говорить текстом Гоголя, все равно они перекликаются с вещами, которые происходят сейчас в нашей стране, вообще в нашем мире. Поэтому это все очень свежо и очень понятно будет. Артисты из Ульяновского драматического театра, которому уже больше 200 лет, «Волги» театральной принимают участие уже третий раз. Всегда уезжали с наградой. В этом году репетировали больше трех месяцев, чтобы поразить зрителя и членов жюри и вновь взять победное место. Сюда приехать нам очень престижно. Нам очень нравится здесь бывать, потому что это рядом и потому что здесь всегда замечательно принимают. Фестиваль «Волготеатральная» стал настоящим праздником для горожан. Артисты из разных городов показывали самарскому зрителю постановки, а сразу после с коллегами и критиками беседовали о будущем российского театра. За это время в Самару приезжали трупы со всего Поволжья, а также гости из Германии и Забайкалья. Залы переполнены, все площадки, на которые шел фестиваль. Самая была большая проблема – куда посадить непопавшего? Это замечательная проблема, пусть только такие проблемы и будут. Молодая режиссура – это наше будущее, сегодняшнее. Это то, что будет двигать русский театр вперед дальше. По итогам четвертого межрегионального фестиваля «Волготеатральная» степень лауреатов в различных номинациях получили 18 артистов. Четверых отметили дипломами участников, а гран-при фестиваля увез с собой драматический театр из набережных Челнов. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Угадать, какому писателю принадлежит кабинет, по цитатам из его произведения. Такой квест своим посетителям предлагает Самарский литературный музей. Там открылась выставка «Кабинет писателя». В экспозиции фотографии из 14 российских музеев. Свою эрудицию проверил и наш корреспондент. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. С цитаты хорошо всем известного романа «Преступление и наказание» начинается квест. Посетителю предлагают угадать имя писателя по фактам из жизни и цитатам из произведений. А затем по цветному маркеру найти его кабинет, запечатленный на фотографиях. В Самарском литературном музее представили обстановку, в которой жили и творили русские классики. И действительно для Самары это такая уникальная возможность увидеть сразу, побывать даже сразу в 14 кабинетах писателей. Познакомить, еще раз вспомнить их творчество. «Может, у кого-то стол такой же, там, захламленный, как у меня, например, этот писатель сразу становится мне ближе и вот очеловечивание некое его образа». Проверить, угадан ли автор, посетители могут на специальном стенде. Здесь рассказаны интересные факты из жизни писателей и поэтов. Выставку «Кабинет писателя» подготовила Ассоциация литературных музеев. Карп Пашиньян объехал 14 российских музеев, сфотографировал кабинеты творцов. Интерактивную часть экспозиции разработали сотрудники Самарского литературного музея. «У меня есть, скажем так, интерес к каким-то определенным аспектам жизни писателей, к быту, к кабинетам. Я испытываю к этому такую слабость». «Насколько она необычна, да. Сначала заходишь, что это просто интересно, потом ты понимаешь, что каждая картина и каждый предмет выставленный связаны с чем-то, да». Сотрудники музея говорят, уже сейчас готовится следующая выставка. Ее посвятят писателям-охотникам. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары Гест на нашем сайте и в ему мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...